Друзья мои, всем привет! Давайте сегодня разберёмся и разберём главные советы, как сохранить свою память, вообще в целом сохранить разум, даже достаточно в зрелом возрасте. Какие советы уже сегодня тебе помогут сохранить свою память после 70 лет? Вопрос очень интересный, и то, что выявили учёные, многих из вас просто потрясёт. Поэтому сегодня вы узнаете, какие рекомендации нужно выполнять уже сейчас, чтобы в 70, 75, 80, 90 лет у вас была прекрасная память и ясный разум. Я каждого из вас рада приветствовать на своём канале. С вами Ольга Придухина. И сегодня мы разберёмся, как ваш образ жизни, что вы должны включить в него для того, чтобы действительно потрясающе помнить всё, что с вами было и всё, что с вами будет. Поэтому обязательно смотрите это видео, задавайте интересующие вас вопросы. В следующих видео мы будем обязательно разбираться. Ну что, друзья, действительно вышло одно очень интересное исследование, что британские учёные выявили, что если хотя бы два-три раза в неделю человек гуляет на улице, там до 70 лет, то после 70 лет проблем с памятью и разумом у этой группы людей гораздо меньше, чем люди, которые пренебрегали вечерними пробежками, прогулками и так далее. Соответственно, дальше. Очень интересно, что один раз в месяц, всего один раз в месяц, в 69 лет бралась когорта людей от 65 до 70 лет. И вот, если один раз в месяц человек ходит в спортзал, то у него очень высокая гогнитивная способность, то есть очень высокая память, очень хороший разум. Вот, друзья мои, это исследование, мне кажется, очень-очень потрясающее. И здесь самые главные советы для вас в любом возрасте, особенно для людей, которые сейчас много сидят, мало двигаются. И действительно, это проблема, проблема человечества, что неправильное питание, очень мало спорта, малоподвижный образ жизни. Всё это нас ведёт в том числе и к проблемам с памятью, проблемам с разумом. Что обязательно, первый совет, чтобы у вас были ежедневные прогулки. Это может быть прогулки с собакой. Кстати, очень хороший вариант, даже когда вам не хочется, собаке всё равно там хочется прогуляться, хочется сходить в туалет. Поэтому это такое очень классное, мотивационное мероприятие, чтобы с собакой сходить погулять. Если уж вы собаку не хотите заводить, хотя бы один раз в день вы должны выходить и ходить. Причём, что самое интересное, в этом исследовании не было написано, сколько вам нужно ходить шагов конкретно, потому что до этого очень было модно говорить, что вот надо 10 тысяч шагов. Сейчас в исследовании этого не написано, но вы должны понимать, что да, хотя бы получасовая прогулка действительно улучшает ваш потенциал, улучшает вашу память, улучшает ваши способности. Дальше. Обязательно, обязательно нужно помнить про, соответственно, витамин D3. Витамин D3 просто необходим вам, и вы обязательно должны его принимать, независимо от погодных условий, независимо от времени года. Опять же, дозу нужно подбирать, потому что есть поливитаминные комплексы, в которых уже входит витамин D3. Соответственно, многие сейчас целенаправленно добавляют витаминные комплексы, поэтому рассчитываем конкретно для вас. Также необходимо сдать анализ крови на содержание витамина D3, и в целом это не только ваша память, ваш разум, это и костная система, и мышечная система, и настроение, и даже гормональный фон, потому что витамин D3 отвечает за огромное количество факторов. И даже если вы живете в южных странах, все равно солнца бывает недостаточно, потому что это надо, тогда вообще полураздетыми достаточно долгое время находиться на открытом солнце. Дальше, друзья мои, обязательно нужно тренировать память. То есть сейчас это и всякие кроссворды, загадки, головоломки. То есть вы должны нагружать свой мозг, может быть, разучивать какие-то песни. Если вы занимаетесь музыкой, заучивать ноты мелодии, заучивать стихи, заучивать какие-либо рассказы, это действительно очень помогает тренировать память в целом, и даже относится к нейрохакингу, к прокачке мозга. И многим своим пациентам я как раз... Одна из рекомендаций, кроме препаратов, кроме различных манипуляций, это разучивать стихи, песни, запоминать для того, чтобы тренировать мозг. Дальше, конечно же, необходим правильный сон. Сон должен быть обязательно. В зрелом возрасте часто есть у людей такая привычка, особенно у женщин женского пола, что вы долгое время смотрите телевизор, и потом достаточно поздно ложитесь спать, а утром там к вам приходят внуки, и, соответственно, вы не высыпаете тех 7-8 часов, которые положено. Да-да, знаю я такую проблему. И здесь, конечно, нужно следить за вашими биоритмами, потому что про все, что мы говорим, безусловно, это не будет эффективно работать, если вы не будете высыпаться. А сон в любом возрасте очень важен. Конечно же, нужно отказаться от алкоголя и курения, даже в небольших дозах. И у людей достаточно зрелого возраста есть такие привычки. Пусть, конечно, может быть не в таких масштабах, как у людей больше репродуктивного возраста, но, тем не менее, они есть. И в целом алкоголь и курение негативно сказываются и на вашей нервной системе, и на вашем мозге, и на ваших когнитивных функциях. Поэтому от этого отказываемся. Просто себе за правило возьмите 100% никакого алкоголя, никакого курения, и вы уже увидите потрясающий эффект. А если вы еще к своему рациону добавите зелень, добавите зеленые овощи, и будете выполнять все те рекомендации, о которых мы сегодня говорили, то в течение уже нескольких дней вы увидите превосходные результаты, которые благоприятно скажутся на вашей памяти и вашем здоровье. Я вам желаю всего самого наилучшего. Если вы хотите прокачать свой организм, если вы хотите разобраться с проблемой, которая достаточно долгое время вас беспокоит, я вас жду у себя на консультации. Ссылка в описании к этому видео. Консультация в формате онлайн, часовая, поэтому мы с вами встретимся и разберемся, что нужно делать дальше, какая есть проблема, и главное, вы получите четкий пошаговый план. Каждого из вас жду. До новых встреч. Пока-пока.